И снова всем привет-привет, друзья! С вами Маруся! А это значит, что на очереди продолжение фанфика. На данный момент озвучиваем «Во вселенной виноватых нет» от автора Сабина Тихо. Ссылка на фанфик будет в описании под видео. Ну, а мы готовы двигаться дальше. Я понимаю, что сложно, да, эмоционально сложный фанфик, но нас это не остановит. Итак, глава 24. Let's go! Я аккуратно раздеваю, избавляясь от грязных кроссовок и пуховика. Тихен реагирует, но слабо и бессознательно, морщится и делает попытки подняться или переместиться. Очень тяжело дышит, и мне понятна причина, но все равно страшно. Согласно рефлексам, страшно. Они побуждают прислушаться каждому вздоху, не позволяют покидать комнату больше, чем на пять минут, и отражаются в абсурдной необходимости измерять его температуру с тем же интервалом. Хотя я вижу и знаю, что она не понижается. Его кожа пылает до такой степени, что жар греет ладонь, застывшую на весу в паре сантиметров. Я зову его, осторожно трясу, пытаясь разбудить, но он остается в горячих источниках болезни, поднимая во мне панику. Только я не поддаюсь. Нет времени и права. Снимаю с него остальную одежду, стягиваю порванные джинсы, расстегиваю пуговицы клетчатой рубашки и только сейчас замечаю, что ее левый рукав испачкан. Но это не грязь. Застываю. Ослабляю манжеты, бережно закатываю. Вибрирующие спазмы поднимаются из живота одной большой массой, обильной и широкой настолько, что больно сразу во всей груди, словно под напором ломаются ребра. Внутренняя сторона руки, от начала кисти до локтевой впадины, усыпана линиями свежих царапин. Неглубокие, но их слишком много, тошнотворно много, в каком-то странном изобилии, напоминающем перечеркнутые фрагменты из его дневника. Кожа измазана разводами засохшей крови и бьет в глаза почти алым воспалением. Я покрываю глаза ладонью всего на несколько секунд, чтобы прийти в себя и подавить подступающие слезы, прокалывающие сетчатку. Не сейчас. Сейчас снимаю с него рубашку окончательно, смачиваю теплой водой чистую тряпку и вынимаю из комода аптечку. Я забираюсь с ней на свободную сторону постели. Благодаря отца за его извечное, для владельца сети аптек, позорно не иметь дома свою. Которую я слышал всю юность, раздражающей часто, вплоть до ребяческой манеры перебивать и повторять слово в слово, не забывая пародийно искажать тон. Кладу горячую руку на свои колени и, как только касаюсь, Тихен инстинктивно пытается отстраниться, потому что больно. Я понимаю, родной. Удерживаю его ладонь, переплетая пальцы, и прошу потерпеть. Бережно промываю, придерживая, пока не остаются только линии истерзанной кожи, и только теперь замечаю, что они вычерчены не хаотично. Щурюсь, пытаюсь разобраться, приподнимаю руку и аккуратно отвожу в сторону, сам приподнимаясь на коленях, чтобы изменить точку зрения. Изобилие полос выстраивается в кривые, изуродованные кровоподтеками числа. 23, 2, 19, 19, 45, 8. Они пожизненной татуировкой выбиваются в моем сознании, но я не могу разгадать их смысл. Не сейчас. Сейчас снова опускаю руку на колени и начинаю обрабатывать. Мне как будто... Тихен как будто пытается что-то сказать, но не выходит. Вместо этого он мается и втягивает воздух. Потерпи, мой мальчик. Шепчу без остановки, сжимая его ладонь, когда доходит очередь до раствора перекиси водорода и заживляющей мази. Перебинтовываю и сразу же опускаю на покрывало, перемещаясь ниже к его ноге. На эту рану Тихен почти не реагирует, поэтому с ней управляюсь быстрее и покрываю бактерицидным пластырем. Вынимаю баночку медицинского спирта и принимаясь обтирать его, покрытое потом тело, с ног до головы, ощущая жар сквозь тонкую ткань марли. Закончив, аккуратно одевая его в чистые вещи, свои спортивные штаны и футболку. И только после этого накрываю одеялом. Теперь компресс. Так как температура почти 40, смачиваю марлю уксусом. Все, как учил дедушка. У него было терапевтическое образование, но по натуре этот человек родился предпринимателем, так что в фармацевтическую промышленность первым в семье шагнул именно он. И даже фраза про домашнюю аптеку перешла отцу именно от деда. Я поднимаюсь, чтобы на пару минут приоткрыть окно и выпустить раскаленный воздух, пропитанный спиртом и уксусом. Неожиданно Тихон начинает кашлять, сначала сдержанно, удерживая звук в горле, а потом тот прорывается сквозь открытые губы хриплым режущим свистом. Мой мальчик содрогается и, наконец, открывает глаза в тот самый момент, когда я оказываюсь возле него. Сначала он пытается встать, вяло и неуклюже, но я, касаясь его плечи, говорю, что все хорошо, что он дома. Его мутный болезненный взгляд едва различим с запущенными ресницами, но я его ловлю и понимаю, что он меня узнает. Плечи перестают упираться в ладони и опускаются обратно на подушки. Чонгук! Почти шепчет, мгновенно морщаясь, видим от боли в горле. Это я, я, мой хороший. Отзываюсь, убираю свалившийся компресс в сторону и глажу щеки, плечи, нависая жир живым шатром. Все хорошо, хорошо. Ты дома, Тихен, не волнуйся. Он тяжело дышит, слегка повернув голову в мою сторону и не сводит глаз, когда я присаживаюсь на край кровати. Ты принимал что-нибудь за последние несколько часов? Спрашиваю и вижу, как он тут же отворачивается, пытаясь переместиться на бок, но останавливаю, снова надавливаю на плечо. Тихен, ответь. Мне нужно знать, можно ли дать тебе лекарство. Он мотает голову, упираясь носом в подушку. Не принимал ничего? Он снова коротко отрицает, и я облегченно выдыхаю и тянусь к двум пластинкам, заранее подготовленным на прикроватной тумбочке. Вынимаю желто-красную капсулу жаропонижающего и белую таблетку антибиотиков, оставляющую белый порошок на моих пальцах. Приподними голову немного, пожалуйста, чуть-чуть. Он медлит, но все-таки оборачивается и слегка приподнимается на одном локте, тяжело сопя. Сам? Он слабо кивает, почти с закрытыми глазами, и я помещаю две таблетки в его горячую ладонь. Не глядя, Тихен опускает их в рот, запивает скудными глотками заранее наполненного мной стакана и немного запрокидывает голову, чтобы проглотить. Допей. Тихен отрицательно мотает головой, протягивая стакан, но я делаю вторую попытку. Ты сильно потеешь, тебе нужно больше пить, пожалуйста. Он осушает медленными глотками, и как только я забираю стакан, падает обратно на подушки и откашливается. Скоро таблетки начнут действовать, и тогда станет легче. Обещаю, убирая влажные волосы с его лба. Постарайся поспать, хорошо? В ответ Тихен едва различимо кивает и очень медленно переворачивается на бок. Его бьет легкий озноб, и он кутается в мое серое одеяло. Я смотрю на него до тех пор, пока он не замирает в одном положении, а потом, не сдержавшись, подаюсь вперед и упираюсь лбом в его завернутые в ткань плечо. Сижу так некоторое время, прислушиваясь к его дыханию, и заставляю себя подняться, только когда чувствую, как холодный воздух касается моих ступней. Закрываю окно, тихо собираю использованные марли и уношу на кухню, чтобы выбросить. Подбираю с пола его одежду и обувь, закидываю в стирку джинса с рубашкой, а потом с перерывами в пять минут и открытыми настиж дверями принимаюсь чистить его кроссовки и оттирать пуховик. Возможно, мне не нужно это все делать. Совсем не нужно. Только я делаю, потому что хочу избавиться от плотно засевшего чувства опасности, что преследовало меня все эти дни. Мне кажется, что от вещей в моих руках дразняще тянет этой паникой, издеваясь и напоминая, чтобы я не расслаблялся, не терял бдительность больше, чем на пять минут, не позволял себе подумать, будто это все. Я сопротивляюсь мысли, агрессивно водя тряпкой по разложенному на полу пуховику и в какой-то момент на участке в районе кармана ощущаю что-то слабо выпирающее под гладкой поверхностью ткани. Лезу в карман и едва касаюсь подушечками пальцев предмета, еще скрытого от меня визуально, как по нервным окончаниям в самый мозг молнией доставляется осознание. По пути оно цепляет с собой тот самый приступ тревоги, который я пытался сожрать собственным желудком изнутри. Прозрачный пищевой пакет наполнен горстью крохотных таблеток с выгравированным изображением дельфина. Они гремят и движутся на кончиков моих пальцев, словно игральные кости, и символично топят в персональном водном бассейне. Я срываюсь. С резкостью, отдающей болью, в предплечье, швыряю чертов пакет куда-то в стену и хочу разбить что-то до скрежета зубов. Только понимаю, что не могу. Все двери открыты, а я не хочу разбудить. Опускаюсь на пол, прислоняюсь спиной к ванне и разрешаю себе заплакать. Меня трясет подбешенный стук собственного сердца, который сливается с однообразным гулом стиральной машины и превращается в нечто механическое, возможно, во внутренности антикварных часов. Часов, вероятность поломки которых равна всем девятистам процентам. Возможно, не прошла лихорадка, или же я просто болен какой-то разновидностью метафор, но меня пугает свое же сердцебиение. Пугает мысль о том, что мой механизм может сломаться, и я ничего не смогу с этим поделать. Просто выйду из строя. И сейчас, в эту самую минуту, я кажусь себе таким болваном, что даже тошно от осознания, что я считал себя храбрецом. Ведь еще две недели назад, стоя у своей машины перед домом Тихена, я думал о смерти как об избавлении, веществе, которое содержится практически в каждом препарате в моей аптечке, если правильно переборщить или смешать. Хотел умереть, ни о чем не думая, как эгоист, как трус, как любитель чувствовать себя жертвой, как бегун на большие дистанции, такие, где врата космоса финишная прямая. Совсем не думал о том, что это значит умереть. Распасться на атомы, потерять тело, лишиться чувства эмоций, вернуться домой. Все это второстепенно. Умереть значило оставить Тихена. Здесь, без меня. Вот и все, что нужно знать о смерти. А мне нельзя его оставлять. Никогда. Я всегда должен быть поблизости. На скамье запасных, в магазине запчастей, в резервной копии его телефона, в том же пространстве и времени. Пусть у него есть на кого опереться и кому довериться. Есть, кому защитить и позаботиться. Только это другие места и другие роли, а мне принадлежит лишь мое. И плевать я хотел на время, когда обнулялись, когда обнулятся счетчики. Да, я сглупил. Да. Да. Совершил ужасную ошибку. Непоправимую, гадкую, жалкую, мерзкую. Да, я немыслимо виноват. Только хватит. Хватит. Я задолбал сам себя этим мошенником, внушительным кольцом Юпитера, который сужается и пытается задушить весь здравый смысл и мое происхождение. Только пора бы прийти в себя и вспомнить, что система колец, самой большой планеты Солнечной системы, выглядит до жути устрашающе, но на деле состоит преимущественно из пыли. С самого начала мне нужно было лишь откашлиться, вдохнуть свежего воздуха человеческим органом и перестать драматично сгибаться пополам в молчаливом удушье. «Можно и нужно оставаться здесь, на третьей по удаленности от Солнца планете, где живут люди, превращающиеся в волков и дельфины, что ныряют в глубины сознания и рисуют там драконов, влюбленных в оборотни. «Можно и нужно разбирать по атому вручную, расщепляя электроны и лишая ядер все то, что мешает, искажает, отравляет, покушается, потому что все, что меня сдерживает, это космическая пыль, звездная пыль земных ошибок, что сыпется черным порошком на мои органы, притворяясь сажей. Как только я это осознаю, что-то во мне меняется». Наблюдая невидящим взором за круговоротом окровавленных вещей в барабане стиральной машины, я позволяю себе, наконец, протиснуться сквозь широкие прутья внутренней решетки и покинуть клетку, в которой жил почти четыре года. Теперь я брожу по собственному организму, используя проезженные тражцы в качестве троп и дотрагиваясь до пульсирующих органов, покрытых густой субстанцией. Черно-серой, с резким запахом и свойством пачкать руки и одежду, и я пачкаю, покрываюсь ею с ног до головы, становясь света собственных волос, сплошной черной кляксой, оставляющей отпечатки на узких дорогах, что я избираю. Только пройдя достаточно, я оглядываюсь и убеждаюсь, что каждый мой орган функционирует гораздо лучше, чем антикварные часы, даже сердце. Я провожу рукой по его неровно пульсирующей поверхности и стираю слой ложной золы, обнажая розово-красные мышечные ткани, покрытые бактерицидными пластырями. Не спеша отдираю каждый, открывая вид на затянувшиеся шрамы, исцеленные природной влагой моего человека меньше часа назад. Исследуя себя от макушки до пяток, чтобы окончательно убедиться в том, что ни я, ни один из тех драконов, что покинули меня ночью в ванной комнате Тихена, не посмели спалить мой дом. Мы плевались и извергались много и яростно, но, как следствие, обуглили только каменные стены нашей клетки, которые тогда были толще, покрыли налетом космической пыли, что загоралась, как порох, при любой искре. Теперь повсюду только этот порошок, черная пыль земных законов, которую мне предстоит оттирать. Как только я думаю об этом, меня обдает резким потоком прохладного ветра, и напор его так велик, что он сдувает черноту со всей поверхности желудка, возле которого я остановился. Пытаюсь найти источник, но не вижу. Что-то касается моей руки, струится меж пальцев, побуждая их двигаться, сбрасывая все тот же порошок и обнажает мою кожу, возвращая ей привычный оттенок. Совсем скоро этот невидимый сгусток поглощает меня целиком, помещая в самое ядро, и я парю в центре множество потоков, зажмурив глаза и стараясь не потерять равновесие. Когда меня выпускают, я открываю глаза и понимаю, что с ног до головы очищен. Нет липкой черноты, в которой я был измазан. Как из желудка все сошло, осев под ноги мелкими частицами. Что-то незримое, воздушное, но такое мощное все еще рядом, выдает себя легким гудением и щекочащими прядями на моем затылке. Я его чувствую, но не вижу, не могу увидеть, потому что это что-то родом не отсюда. И я наконец понимаю, волчок, тот самый, что не боится срываться вниз без подстраховки. Я тяну руку, пытаясь до него дотронуться, но ладонь лишь обдает приятной прохладой, скользящей по коже. А потом я вдруг чувствую запах. Очищенные легкие заполняются знакомым одеколоном и вплетают в ткани привкус свежих апельсинов, вытатуированных в системе моей памяти наравне с особым чувством в подушечке пальцев, мягкое и твердое одновременно. Когда внутри отзывается каждый атом, электролизуя пространство, я понимаю, что касаюсь теплой кожи своего человека. Дотрагиваюсь внутри незримого потока, что вибрирует прямо рядом со мной. Словно дрожа, дождавшись моего прозрения, незримый волчок поглощает, затягивает меня в мой собственный желудок и, оставаясь в основании, подбрасывает вверх по пищеводу, пока я не пробиваю металлический ошейник и не выдыхаю самого себя на пол собственной ванной, где взбираюсь на свои руки и там же растворяюсь, впитываясь опытом в еще влажной ладони. Урок усвоен вот прямо здесь и сейчас. Заношу в книгу бытия, фиксирую внеплановое обнуление счетчиков и ставлю пометку «Ждать не намерен». Глава 25 «Я бы не хотел сейчас его будить», сообщает мистер Ким негромко, выходя ко мне в коридор. У него волосы густые, но с обильной сединой вдоль висков, которая совершенно его не портит. Удачно перетекая в ворот слегка помятого твидового пиджака в черно-белую клетку. Мой мальчик сумел провалиться в полноценный сон только полчаса назад, до приезда родных, когда температура все-таки упала на несколько градусов. Едва мистер и миссис Ким показались на пороге, я постарался убедить их в том, что Тихен просто физически истощен и совсем скоро будет в порядке, а после заверил, что все несоответствующее описанию в порядке я непременно исправлю. «Он может остаться пока здесь, хотя бы до завтра», добавляет мужчина, скользя глазами по моему лицу в поисках заочного ответа. Перевожу взгляд за его спину и наблюдаю, как миссис Ким бережно проводит рукой по волосам своего племянника. «Об этом не беспокойтесь», отвечаю, возвращая внимание к собеседнику. «Что-нибудь нужно?» «Я имею в виду лекарства, должен я как-то компенсировать?» «Мистер Ким, вы не поняли». «Прерываю, совершенно не желаю слушать все эти неуместные в моем случае глаголы, особенно когда понятно, что мужчина не в курсе, кто является причиной всего происходящего с его племянником на самом деле». «Техи он мне очень дорог, я бы предпочел, чтобы он никогда отсюда не уходил». Боковым зрением замечаю, как его жена сразу же поворачивает голову в нашу сторону, но я не свожу взгляды с собеседника, замечая, как изменяется выражение его лица. «Теперь он ничего во мне не ищет и смотрит строго в глаза, смотрит взыскательно и, как ни странно, с нескрываемым снисхождением. Такие взгляды достаются тому, кто по природе недалек или просто еще слишком юный, потому не знает, как ложно, зелено и несерьезно звучат его убеждения и принципы». «Это ведь здесь Техи он жил неделями, когда учился?» произносит наконец мистер Ким, и его фраза далека от звания вопросительной. Он не спрашивает, поэтому я не отвечаю, молча жду. «И если правильно помню, ты был ему не просто другом». Вопрос переносит память назад в памяти, во времена, когда Техи он был полон жизненного энтузиазма и единственное, о чем переживал, это незнание того, как рассказать обо мне близким. Постоянно передо мной извинялся, признаваясь, что дело в его настоящих родителях. В том, что в каком-то смысле он остался без них и теперь боялся потерять любовь тех, кто их заменяет. Потерять второй шанс. Я понимал, потому не давил и не требовал. Техи он же старался найти подход, аккуратно спрашивал, узнавал мнения, пытался постепенно их подготовить. Только подготовить не вышло. Из-за страшной тоски, которая проглотила меня живьем за те 12 дней нашей первой разлуки, когда Техи он уезжал к своему родному отцу. Из-за того, что я был слишком нетерпелив и решил подождать его приезда у ворот их коттеджа. В три часа утра, потому что они летели поздним рейсом, подумал, что это не вызовет подозрений, мало ли, зачем я приехал, может у меня срочное дело, очень срочное, такое, что я стою на улице и мерзну, не решая Техи он вышел сразу же, не дожидаясь, когда полностью откроются автоматические ворота и машина окажется во дворе. Он подошел, остановился, может быть, слишком близко и просто смотрел на меня, а я на него, на шапку, едва прикрывающую уши, свитер с высоким воротом, выглядывающим из-под темно-синей куртки, на руки, смущенные, опущенные вдоль красивого тела, на лицо, что до сих пор кажется мне лучшей планетарной работой, в глаза, где плещется общий космос со взрывами и сиянием, которые они после себя оставляют. Мы не позволяем себе лишнего, я только сгребаю его в объятия и держу до уже ставшего обыденным мне нечем дышать. Только, наверное, все-таки позволяем, потому что миссис Тирамисис Ким, до этого изучающий и наблюдавший у входа в дом, вопросительно выгибает брови, когда Техен сообщает, что поедет ко мне. Они подзывают и просят хотя бы представиться, что я и делаю, знаменуя наше знакомство. А вечером следующего дня, когда Техен все-таки возвращается домой, миссис Ким подходит к нему на кухне и оттягивает ворот рубашки, выставляя на показ отметины от слишком жадных поцелуев, которые я оставил. Техен не припирается и не отрицает, когда женщина садится перед ним за стол и складывает руки, словно школьница. Не хочешь ничего рассказать? И мой мальчик все рассказывает. Не подозревая, что дядя стоит позади, подпирая плечом дверной косяк, и что они с женой, руководствуясь фразой «все сразу понятно по взгляду», уже обсуждали подозрения всю ночь, сразу после того, как я в три часа утра забрал их племянника с собой. Первое время было тяжело. Техену постоянно казалось, будто отношение родных к нему кардинально поменялось. Исчезла легкость в общении, сократились объятия и разговоры. Не знаю, может, так и было, только совсем недолго. Вплоть до завтрака ранним утром субботнего дня, когда месяц Ким, шурша инструкциями от таблеток, обратилась к моему мальчику с дежурным вопросом. «Слушай, я стал персональным посредником между миссис Ким и ее аптечной продукцией, потому как эта женщина пила таблетки так же часто, как и ее племянник терял телефоны. Правильно помните. Отвечаю, вспоминая, что семь лет назад в волосах мистера Кима еще не было седины. И куда ты делся потом? Притязательно, но без упрека. Уехал. И что ты хочешь сейчас? Вернуть то, что было. Зачем? Я думаю о том, как лучше ответить по-человечески, когда мужчина трактует мою паузу по-своему и интересуется. Ты понимаешь, почему я устраиваю тебе этот допрос? Хотите его защитить? Мистер Ким убирает руки в карманы брюка и коротко вздыхает. Раз уж он пришел именно к тебе, я не буду лезть в прошлое и спрашивать, что между вами произошло. Вопрос в том, понимаешь, ли ты в каком он состоянии сейчас? Что он не такой, каким ты его знал раньше? Полностью. У него посттравматическое расстройство и серьезная наркозависимость, парень. Ему нужно снова ложиться в клинику, проходить новый курс, обследоваться, работать с врачами. Ты это понимаешь? Вполне. А мне кажется, что не вполне. Ты просто свалился с луны и теперь думаешь, что обо всем имеешь представление. Только вот ты не имеешь. Мужчина выдерживает паузу, возможно, думая, что я намерен возражать, а я молча жду, понимая, что он еще не закончил. Раз Чимин дал мне твой адрес, делаю выводы, что вы знакомы. Можешь спросить у него, через что он иногда проходит, когда дело касается Техена. И этот парень, который появился полтора года назад, Багум, он присматривает за Техеном, потому что у него когда-то брат умер от передозировки. Так что его мотивы я понять готов, а вот твои нет. А я без мотивов. Тогда зачем тебе все это? Вы же знаете, каков будет мой ответ. Говорю, потому что вижу все по его глазам. Неужели любовь? Губы мистера Кима искривляются в насмешливой, но печальной не до улыбки. Вот прям большая и чистая? Я не успеваю себя сдержать и, возможно, слегка снисходительно вздыхаю. Не намерена. Просто такова реакция волчка на фразу «большая и чистая любовь», призванная описать мою связь с Техеном. Большая можно измерить, чистая способна запылиться. Возможно, сейчас я звучу высокомерно, но эти два прилагательных в моем понимании почти оскорбления. Когда я думаю о Техене, анализирую все, что чувствую и осознаю, мне приходит в голову лишь два существительных – Вселенная и Бесконечность. А любовь – это так, земное слово. Возможно, ты думаешь, что я взрослый дядька, который ничего не понимает, но одно я знаю точно, Чунгук, любви недостаточно. Как ни странно, я с ним мысленно соглашаюсь. Так что не идеализируй и не переоценивай свои эмоции. Ты о них забудешь, как только столкнешься с реальностью, в которой не будет той романтики, что ты себе напридумывал. А мне не нужно, чтобы мой племянник испытывал еще какой-нибудь стресс. А он его непременно испытает, когда ты поймешь, что погорячился и уйдешь. Мистер Ким вынимает руки из карманов, застегивает единственную пуговицу пиджака и добавляет. Поэтому давай мы с тобой сразу договоримся. Я его забираю завтра днем. А ты проявляешь мудрость и больше не лезешь к нему со своими юношескими мечтами. Он останется, заявляю сразу же, не считая нужным что-то доказывать, потому что собеседник не в курсе, что фраза «Я его забираю» это код активации моих почти звериных инстинктов. Густые брови мистера Кима плавно приподнимаются, придавая лицу мужчины недоуменно возмущенный вид. «Дайте мне время» и Тихен ляжет в клинику, пройдет повторный курс и обследуется. Я возьму на себя то же, что брали вы и все остальные. Просто не стойте на пути. Наверное, грубо и бесстыдно, возможно, я даже упустил в тоне что-то еще, потому что миссис Ким неожиданно заявляет. «Я сам в состоянии позаботиться о своем племяннике». «Спасибо». «Что?» хмурит брови снова сквозя глазами по моему лицу. «Спасибо, что позаботитесь о нем, что заменяете ему родителей, что любите его таким, какой он есть, что не бросаете и стараетесь помочь». «Так, и что ты хочешь этим сказать?» «То, что уже сказал. Спасибо и простите». «Объясняю я честно». «За что?» «За все». Мужчина замолкает на некоторое время, подозрительно подглядывая прищуренными глазами. «А ты сам-то здоров, парень?» рождается вопрос, и мне трудно сказать, насколько он закономерный. «В целом, да», отвечаю. «Из пороков только хронический символизм». «И после таких ответов ты хочешь, чтобы я поверил, будто ты настроен серьезно?» «Знаю, впечатление я произвожу хреновое, только это ничего не меняет». «Заявляю, так и замерев в одной позе, с руками вдоль серой спортивной кофты. Тихона я все равно заберу и решение своего не поменяю». «А ты не слишком ли обнаглел, мальчик?» «Я слишком долго отсутствовал, мистер Ким, и наглеть я еще даже не начал». Пока мы меряемся взглядами, из-за его плеча появляется супруга и дипломатично предлагает закончить разговор, толкая мужа в прихожую. «Твой отец Чон Хан Джу?» спрашивает мистер Ким, когда женщина буквально впихивает ему в руки черное пальто. «Он самый». «Мне бы с ним переговорить?» «На предмет?» «Воспитанности его сына». «Номер телефона написать или найдете?» Не сводя с меня в глаз, он как-то очень быстро обувается и выпрямляется. «Сколько тебе лет, Чунгук?» «Мы с Тихеном ровесники». «Двадцать семь, значит», подытоживает, не замечая, как его жена, уже успевшая закутаться в белоснежное меховое манто, выхватывает недавно поданное ему пальто и собственноручно пытается надеть, свободно манипулируя руками супруга. Молодые люди в это время женятся, они выдумывают себе какую-то блажь. Обязательно воспользуюсь советом, мистер Ким. Как только в Корее разрешат однополые браки, возьму в мужья вашего племянника. Отвечаю, когда миссис Ким открывает входную дверь и тянет негодующего мужа за порог. «Ты его слышала, Лин?» возмущается мужчина, пытаясь развернуться и встретиться глазами с женой. Но она, эта миниатюрная ухоженная женщина, чей стиль очень похож на стиль моей матери, смотрит на меня, как мне кажется, сочувственной и понимающей, одними глазами дает согласие, подпускает, позволяет, разрешает. Я успеваю все это прочесть, прежде чем она прощается, бросает поспешное до завтра и закрывает дверь перед носом мужа. Сердечный часовой механизм на пару с писком замка бьет очередные пять минут, и я перемещаюсь в спальню, чтобы проверить Тихена. Прислушиваясь к дыханию, касаясь лба и задерживаюсь на несколько секунд, отнимая ладонь, оставляя лишь указательный палец, и почти невесомо, дабы не разбудить, веду им от участка между бровями вниз, кончик носа, где невольно соскальзываю и замираю, когда соприкасаюсь с горячей поверхностью моих любимых губ. Меня тянет к ним немыслимо, ощущаю этот аномальный магнетизм до кончика волос, что покрывают мои руки. Желание холодит кожу, спрыгивает с запястья к пояснице и воздушными шагами взбирается вдоль позвоночника к затылку. Я почти ощущаю, как оно кольцует бархатной лентой моё горло и завязывается на нём лёгким бантом, прикрывая отметины многолетнего стального ошейника. В этот момент я обещаю себе, что буду целовать эти губы снова, но не как раньше, иначе, больше и лучше, защищающе, очищающе, так, чтобы смыть отпечатки чужой плоти, которая к ним допускалась, а знаменую собой снова, навсегда и бесповоротно. на сегодня всё, друзья. Что хочется сказать? Блин, ну, наконец-то Чунгук отдуплился, блин, сбросил себя все эти напридуманные, да, эти комплексы вины, эти все ощущения несчастности, брошенности, виноватости, и, наконец-то, стал мужиком. Господи, сколько времени потребовалось, чтобы все эти ублюдские мысли из его головы испарились, чтобы он понял, что нужно защищать, нужно за своё бороться. С другой стороны, как же здорово, что у Тихёна есть такой защитник, который должен всегда быть рядом, которому не безразлична его жизнь. Знаете, что сейчас происходит в нашем мире? Вот самое страшное мне кажется, то, что сейчас происходит, что сейчас всем друг на друга пофиг. Вот это вот ужасает просто невероятно. Я просто обратила внимание, что в какой-то момент обратила внимание, что нет такого. Вот уже просто, но встречается в единичных случаях, когда ты дорожишь человеком, когда он для тебя очень многое в этой жизни значит. Я не говорю о наших родных и близких, о семьях, а в целом в целом становится мир, как становится каким-то безразличным. Всем становится друг на друга пофиг. Давайте не будем такие друзья, мы же с вами армия. Нам-то точно друг на друга не пофиг. И нам еще помогают всегда оставаться честными с самим собой, всегда оставаться эмоциональными и чувствовать различного рода эмоции наши с вами фанфики. Согласитесь, это делает нас лучше, сердечнее, возможно, даже чище, восприимчивее. И авторам большое спасибо за то, что пишут такие прекрасные работы. Ну, а я говорю вам пока-пока. С вами была Маруся и до скорых встреч. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров